40 лет Самарскому дворцу бракосочетания, 175 лет со дня открытия Струковского сада для самарской публики. Столетие самарского общества дало и неграмотность. В календаре знаменательных дат на 2024 год можно найти как официальные праздники, так и шуточные. Сборник памятных и юбилейных событий выходит в свет уже девятый год подряд. В его создании принимали участие члены общественной палаты региона и самарские краеведы. Для Бориса Чертыковцева в череде событий и дат особое место занимает день открытия Самарского цирка. Это произошло 55 лет назад, 16 августа. В календаре он тоже отмечен. Я присутствовал, когда его открывали. Поэтому и желаю, чтобы действительно его отремонтировали. Я хожу каждый год, я обязательно по два-три раза хожу туда, интересует меня. Так что вот за цирк я двумя руками. Презентация календаря знаменательных дат прошла в Самарском областном художественном музее. Это место было выбрано не случайно. В 2024 году исполняется 85 лет со дня открытия музея для посетителей, 30 марта. И эта дата есть в календаре. Музей – это кладица, это жемчужина нашего города. И каждый день здесь можно открывать для себя новых авторов, новые события, новые даты. Я думаю, что те, кто приходит в музей, обязательно должны быть счастливы в этом году. После презентации календаря у каждого жителя Самарской области будет возможность внести в него свои предложения и дополнения. Самое приятное – то, что в нашей работе принимали участие активные граждане Самарской области. И сегодня об этом идет речь. Мы повесим сегодня же, буквально вот через несколько часов, мы повесим наш календарь на сайт общественной палаты. И каждый активный, неравнодушный гражданин может сделать предложение по поводу 2024 года, по поводу 2025 года. И если мы будем знать о нашем регионе максимально много, то мы не только сможем на это любоваться и гордиться, но и по большому счету мы можем постараться и сделать какой-то свой вклад. Экземпляры печатной версии календаря знаменательных дат будут переданы в библиотеки и образовательные организации области. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.